В Елабужском и Набережно-Челнинском институтах познакомились с работой научных кружков. Я считаю, что любой человек, конечно же, он должен уметь делать что-то с собственными руками. И Тихвак как раз готовит таких людей. В Международный день защиты детей 1 июня в музеях Казанского университета проходят акции для семей сотрудников «Проведи первый день лета в музеях университета». У меня вообще хорошее впечатление, что здесь так интересно. Такие экспонаты, такие беспозвоночные. В Казанском университете состоялась выставка детских рисунков, посвященная 25-летию Росфонда. Я думаю, что если вы посмотрите на рисунки, вы увидите такие яркие цвета. То есть дети, получившие помощь, продолжают жить полноценной жизнью. Всем привет! В эфире Универ-Ньюз, а в студии Радик Загедулин. Состоял заседание аттестационной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. В работе комиссии принимал участие ректор Казанского федерального университета, постоянный член комиссии Ильшат Гафуров. Мероприятие прошло в онлайн-формате. Комиссии были рассмотрены 14 кандидатур, претендующих на руководящую должность от 4 российских вузов. 31 мая в Елабужском и Набережно-Челнинском институтах Казанского федерального университета состоялось мероприятие с целью знакомства с работой научных кружков при участии руководства и преподавателей Казанского университета. Смотрим подробности. Открытие программы состоялось на университетской площади в городе Елабуга, где развернулась выставка транспортных средств, отреставрированных или собранных с нуля, членами студенческого конструкторско-технического бюро «Эврика». Очередной экспонат для работы кружка торжественно передал ректор Казанского университета Ильшат Гафуров, который подписал договор дарения ретро-автомобиля «Волга». Я считаю, что любой человек, конечно же, он должен уметь делать что-то с собственными руками. И Тихвак как раз готовит таких людей, он готовит будущих учителей труда и мастеров производственного обучения, которые придут в колледжи. В ходе визита гости познакомились с работой кружков в главном здании и посетили университетскую школу. Следующей точкой маршрута стал набережный Челнинский институт Казанского университета. В рамках встречи руководство и преподаватели из Казани ознакомились с активно развивающимися студенческими научными кружками Челнинского филиала. За время экскурсии гости посетили 11 различных кружков и очень высоко оценили их деятельность. Кружковая деятельность – это все равно дух команды. Кружковая деятельность – это дух какого-то единомышлення, понимаете. Это все равно тебе подобные люди, которые собрались по интересам, их никто не заставил. Поэтому здесь еще одна есть тонкая такая материя – это взаимоотношение преподавателя в статусе уже куратора, мастера, тренера, наставника и самой группы. Арифа Межведилова впечатлило то, с каким энтузиазмом подходят к научной работе студенты. Он порекомендовал руководителям кружков привлекать подопечных своими собственными наработками, так как это помогает разжечь творческий азарт в учениках. В конце встречи прошли награждения лучших преподавателей и студентов-победителей конкурса «Лучшая академическая группа-2021». Елизавета Никитина, Айдар Нурмиев, Универ-Ньюс. Казанский университет посетил руководитель московского отделения Германской службы академических обменов ДААД Андреас Хешин. В рамках встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества. Андреас Хешин подчеркнул, что сотрудничество в рамках информационного центра, созданном на базе КФУ в 2013 году, играет ключевую роль. И предложил определить взаимодействие в виде меморандума и дополнительного соглашения. В ближайшее время планируется утвердить проект сотрудничества. Ректор Казанского университета встретился с заместителем министра образования Узбекистана. Встреча прошла в онлайн-формате. Обсуждался вопрос создания филиала Казанского федерального университета на территории Республики Узбекистан. 1 июня – Международный день защиты детей. О том, какие мероприятия подготовил Казанский федеральный университет, расскажем в нашем следующем сюжете. Кто живет в капле воды? Как выглядит преувеличение в 400 раз крыло бабочки? На что похожа нервная клетка? Гости музея смогли увидеть как самые привычные, так и незнакомые объекты под микроскопом. Все это не только в рамках акции для семи сотрудников КФУ «Проведи первый день лета» в музеях университета. Гостем зоологического музея имени Эверсмана Казанского федерального университета стала Ольга Туманина. У нее дома есть микроскоп. В него она уже рассматривала листья яблони, сережки березы. Но так как домашний не увеличивает так сильно, давняя мечта – посмотреть настоящий микроскоп. Я посмотрела инфузорную туфельку, многое не слышала, и вот наконец-то я ее увидела. И я сравнила лягушачью кровь от человеческой, и там вот достаточно большое отличие. Мы видели, например, там вся эта вошка, мы видели много всяких микроскопических организмов. Очень интересно. Сотрудница кафедры ботаники и физиологии растений пришла не одна. Во многих музеях Казанского федерального университета она уже была. Фанниаса Фиульна, среди прочего, отметила, сделанный благодаря огромному труду сотрудников музея у них на кафедре с интересными экспонатами по ботанике. Я привела внука, чтобы он ознакомился, и все это увидел, и посмотрел, потому что у меня большой любитель всех музеев, экспонатов. И, ну, тут большой труд. Это видно, что это огромный труд, причем труд поколений, сотрудников этого музея, университета. Мы пообщались с Данилом, внуком Фанниса Фиульной. Он под большим впечатлением от посещения зоологического музея Казанского федерального университета. Вот у меня вообще хорошее впечатление, то, что здесь так интересно. Такие, ну, экспонаты, такие беспозвоночные. Отметим, что также в течение дня на территории университетского ансамбля для семей сотрудников КФУ был организован квест. В музее истории, игры, бродилки можно было увидеть автограф Гагарина и самостоятельно сделать звездный посвечник. В зоологическом музее юные гости сделали свой гербарий. В геологическом музее отправились в увлекательное путешествие по миру юрского периода. Много всего интересного было и в эндографическом музее, музее Казанской химической школы, научно-техническом музее КФУ. Илья Андреев, Ленар Довлесьяров, Универ, Ньюс. С 26 по 30 мая Москва собрала 10 лучших команд профбюро из 8 федеральных округов и двух городов федерального значения для участия во всероссийском конкурсе на лучшее профбюро факультетов институтов «Ты лидер». Среди участников был магистр второго курса Казанского университета Камледин Бабахонов. По результатам девяти конкурсных испытаний команда профбюро КФУ заняла третье место, с чем мы поздравляем ребят. Благотворительный фонд «Русфонд» был создан в 1996 году как журналистский благотворительный проект для помощи тяжело больным детям в оплате лечения, который невозможно получить за счет средств госбюджета. В честь 25-летия «Русфонда» в научно-клиническом центре прецизионной и регенеративной медицины Казанского университета открывается выставка детских рисунков на День защиты детей. Все подробности далее. В Татарстане бюро «Русфонда» работает уже 9 лет. За это время была оказана помощь 652 детям из Республики Татарстан на общую сумму более 433 миллионов рублей, говорит Наталья Спиранская. Я думаю, что если вы посмотрите на рисунки, вы увидите такие яркие цвета, то есть дети, получившие помощь, продолжают жить полноценной жизнью. Эта выставка, мы, конечно, горячо ее поддержали, потому что рисунки детские, радостные, веселые, нарядные, они, конечно, создают положительную атмосферу у нас в клинике, в научно-клиническом центре. Дети, получившие помощь от «Русфонда», выразили свою благодарность. Мы обращаемся ко всем жителям Татарстана, кто помог осуществить нашу мечту. Спасибо вам большое. Спасибо, «Русфонд». Спасибо большое. Огромное-огромное всем спасибо. Мы счастливы, что мы едем 19 июля на лечение. Мы хотели бы сказать огромное спасибо жителям Татарстана за то, что вы откликнулись на нашу ситуацию и не остались равнодушными. Большое спасибо «Русфонду», что вы помогли нам. Спасибо «Русфонд», вы нам помогли. Спасибо за то, что на сегодняшний день мой ребенок может ходить, потому что данная помощь, она безумно необходима. Спасибо «Русфонд», что подарили мне жизнь. На этом все. В студии был Радик Загидуллин. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин